Мои Таня для Датьки аудитории, меня зовут Юлия Лутвененко, я витаю вас из Киева и витаю нашу гостю Татьяна Лазарева сегодня будет на связи. Я, кстати, уже полтора года как собираюсь рассказать о том, что Татьяна Лазарева для меня это... Вы помните эти дневники Тани Савичевой из блокадного Ленинграда? Да, да, и вот это самое Татьяна, если вы верите в реинкарнацию, то когда я видела ваши блоги, которые вы вели после этих первых дней пресловутых, и я вам должна сказать, что это... Мы жили на соседней улице, на самом деле, с вами, и это же было... В этих ваших блогах была такая драматургия, связанная с соседской девочкой, которая к вам заходила, и как вы находили нужные слова, и как вы общались. Я должна сказать, что вы для нас были просто той самой Таней Савичевой, поэтому я рада, что мне представилась такая возможность сказать вам спасибо огромное. Как вы сообщали о том, что есть ли продукты, что происходит в Киеве, и, конечно, честь и хвала за ваше мужество и смелость, что вы вместе с нами разделили эти самые-самые страшные первые дни войны. И я, конечно, хотела поговорить с вами, как с человеком, который нашел вот ту нужную тональность для разговора с аудиторией, а главное, с детьми и подростками. Вы выработали какой-то рецепт вот для себя, как нужно о таких сложных темах говорить с детьми? Ну, положим, с той девочкой, которая ко мне заходила, мы о таких сложных темах даже и не говорили, но, наверное, это в том числе ответ на ваш вопрос. Есть возраста разные, и по-разному нужно говорить с разными детьми. Ну, конечно, с подростками очень важно, прежде всего, быть абсолютно честными и искренними и показывать им не только свою какую-то взрослую назидательность, что ты там, я знаю, как тебе нужно себя вести, потому что я взрослая, а показывать, что ты такой же испуганный в какие-то моменты человек, и так же точно не знаешь, как себя вести, как и он. И тут нечего этого совершенно стыдиться и нечего бояться, что подросток тебя там или какой-то взрослый ребёнок, ужасное слово подросток, никто лучше пока не придумал. В общем, не нужно бояться, что он тебя как-то скажет, что типа, ну, и мне неинтересно, какой же он взрослый, если он типа не сильный или храбрый, наоборот. И это уже, в общем, проверено как-то и моим, ну, прежде всего, моим личным опытом. Наоборот, когда ты полностью открываешься и говоришь, слушай, чувак, блин, мне тоже страшно, и я тоже не знаю, что делать, но давай мы хотя бы будем вместе об этом думать, а я уже приложу весь свой жизненный опыт, который у меня, возможно, как-то накопился. В общем, прежде всего, конечно, отвечать честно и открыто. А ваши, как ваши дети себя чувствовали? Потому что, вот я представляю эти информационные сообщения, да, которые они читали, вы были в Киеве, они были за границей, от вас, да, в неком смысле. Что они, о чём они спрашивали вас в эти дни, и как вы им объясняли, где вы, и как вы боретесь со своим страхом? Ну, дети наши, слава богу, приучены к тому, что они читают проверенные только источники. Ну, и потом, действительно, у них был доступ ко мне, разумеется, напрямую. Они очень переживали, но, видимо, как-то так сложилось с их воспитанием, что, в общем, они мне, как взрослому человеку, доверяют. И когда в какой-то момент, там, Тося, эта младшая, ей было 16, наверное, тогда 15, она была в Англии, как раз в школе на уроках. И вот как только я где-то на третий или на четвёртый день, я просто уже на неё слегка прикрикнула и сказала, Тось, ты вот там сидишь у себя в лесу в школе, плачешь, и я тебя утешаю. А может, как-то мы, наоборот, должны себя вести. Ну, в общем, в этом смысле, ну, конечно, они переживали, но когда у нас вообще не принято, мне даже дети запрещают, у нас как бы вообще запрещено, не то, что запрещено, но не очень мы любим это слово, я переживаю. Всех это начинает очень сразу как нервировать. Ну, окей, ты переживаешь, ну, твоё дело, меня не надо, за меня не надо переживать, у меня всё норм. И в этом смысле они понимали, что когда я действительно им писала, что, ребят, я считаю, что у меня достаточно безопасное положение, то они, в общем, в этом смысле успокаивались. Да, такие воспитанные дети получились. Кстати, слушайте, это же всё примером, говорят же, детей не надо воспитывать всё личным примером. Но ведь, а как быть вот с остальными детьми? Потому что я там иногда попадаю в чаты какой-то русской рулетки, я вижу то, что сделал русский телевизор с новым поколением, и я не знаю, и я понимаю, что это и мои дети, и ваши дети, это они должны будут закончить в некотором смысле, да, эту войну, потому что можно прекратить стрелять, но война в сознании, вот эти обиды, это будет очень надолго. И есть ли у вас ответ на этот вопрос? Каким образом мы выиграем эту войну? И главное, что можно было сделать, какие найти слова, чтобы предотвратить повторение подобного, что мы пережили? Я иногда думаю, знаете, это такая крамольная мысль меня посещает. Моих родителей уже нет в живых, хотя они ещё были в статусе войны, этот статус, да, там, мама моя была 44-го, и отец 41-го года. Я иногда думаю, слава богу, что они хотя бы этого не видят. Но вот поколение, да, через поколение получается, что мои дети тоже получат этот статус. И я не знаю, как это можно будет им объяснить и, главное, предотвратить. У вас есть ответ на этот сложнейший вопрос? Нет. Это сложнейший вопрос, Юля, у меня вообще ответов нет, не надо меня идеализировать. Но, видите, вот вы говорите, да, и вы просто не слышите себя, но вы сами прекрасно отвечаете на этот вопрос, потому что это будет их война уже. Мы, то есть, мы пытались, да, то же самое, что мы сейчас проживаем, как это случилось, почему мы не предотвратили, мы выходили на площади, нас не слышали, значит, мы сделали мало. Это всё-таки случилось, всё, бэ, мы теперь сидим, у нас лапки, мы не знаем, как быть. Что будет с ними? Ну, значит, они будут каким-то образом пожинать наши какие-то плоды наших действий или бездействий, но при этом тоже, ну, хорошо, будут проклинать, будут там не понимать, как это получилось, как мы сейчас, да, не понимаем, как люди могли жить при репрессиях и при Сталине и не сопротивляться. Или как люди сейчас в России живут при Путине и тоже не сопротивляются, да, ну, как бы сопротивляются, конечно, но это очень страшно. Поэтому тут что-то предотвратить и как-то чем-то им помочь мне не представляется возможным. Единственное, что меня утешает в этом смысле, это то, что мы, надеюсь, будем в состоянии здоровья в таком, что сможем как-то им, условно говоря, подносить патроны нашим детям, да, когда они будут вести вот эту свою какую-то вот войну. Ну, но это, опять же, только если они попросят, потому что самое страшное, наверное, это когда тебя проклинают собственные дети и говорят, так, ты не справился, ты мне неинтересен, и ты плохой, и вообще не приходи, я сам разберусь. Ну, такая опасность, наверное, есть. А скажите, а вот хорошо, вы же несколько там проектов у вас было, связанные с детьми и проектами, и, насколько я правильно понимаю, у вас есть проект, над которым вы сейчас работаете. И вот анализируя вообще детей и детей известных родителей, я вот посмотрела одно из недавних интервью Эгерта с дочкой, с внучкой Хрущева, да, если я не ошибаюсь, потом мы помним историю дочери Брежнева, историю Светланы Аллилуевой и Сталина. То есть, по сути же, это же дети несли этот крест. Я иногда думаю, а каково будет детям Путина, если они, конечно, знают, что Путин их отец, я уж не знаю. Если он не легализовал свою супругу, мать своих детей, да, то, может быть, он и дети не знает о том, что. Но, тем не менее, вот как вы думаете, это вот эта же часть их истории, насколько им будет сложно нести этот крест? Ну, настолько же, насколько и любому человеку сложно нести крест своих родителей. Это ведь родители всегда остаются папой и мамой. И неважно, это там, если твой папа вдруг оказывается чикатило, то он все равно остается твоим папой. Другого папы тебе не выдадут. И тут как бы разные есть в этом смысле. Знаете, у меня, может быть, такой опыт немного, нет, не буду говорить похожий, но интересный, потому что вот мне, например, выдали папу инвалида. Он был слепой всю жизнь, всю мою жизнь. И не было у него правой руки. И как-то я вот все время мы об этом задумываемся, и сестрой об этом говорим, что это, ну, вот такой вот, ну, это папа. Да, он не похож на других, он другой, но есть и другие папы, которые тоже не похожи на кого-то. И там один папа алкоголик, а второй папа педофил. Ну, нет, это ужасно. Бывают разные какие-то. Но я к чему хочу сказать, что это все равно каждого решения, ну, как бы вот личное, да, каждого человека. Мы не можем отвечать за них, как они себя повели. Мы не знаем, какова их жизнь вообще была. То есть про детей Путина мы вообще ничего не знаем, но хотя бы мы можем как-то там следить. Окей, там Светлана Алилуева, или там Василий, брат, по-моему, да, был. Но это же чудовищная трагедия была. Чудовищная трагедия просто людей, которые вот таким образом еще и получали не просто понимание того, какой кошмар, творился, да, а понимание того, что этот кошмар творил их батя, условно говоря. Не знаю. Вы вопросы задаете, конечно, Юлия. Как с этим жить? Вот как-то, видимо, сильно нужно было им над этим работать. Ну, жизнь вообще такая непростая штука. Ну, я так правильно понимаю, ваш проект будет как раз направлен на то, чтобы помочь как-то современным подросткам и детям с этим работать? А, слушайте, помочь подросткам очень сложно, потому что они не просят обычно. Вот, а добиться такого доверительного отношения, чтобы они попросили, вот это, наверное, да. Но мой проект, если хотите, вкратце, это, наверное, про сложность иммиграции именно в этом возрасте, когда ты уже не маленький ребенок, который покладисто там идет вслед за родителями, и родители, конечно, за него отвечают. Но еще и не взрослый человек, который сам принимает решение. Когда тебя увозят из страны подросткам, у меня такого опыта не было, разумеется. Но я вижу сейчас, как этот опыт обрастает огромным количеством людей, точнее, они обрастают этим опытом огромное количество вот этих вот людей в этом очень сложном возрасте. Когда ты уже не ребенок, но еще не взрослый. Тебя увозят твои родные, самые близкие люди, самые твои любимые. Не важно, какие у вас отношения, но ты им доверяешь, поскольку ты только недавно вышел из состояния такого, что ты полностью от них зависишь. Они тебя увозят в другую страну под предлогом того, что они хотят, чтобы тебе было лучше. Потому что в твоей стране сейчас либо война и разруха, либо нет будущего. Я имею в виду, допустим, Украину и Россию. И родители честно, совершенно хотят лучшего будущего своим детям. Но при этом они их увозят и забирают их с той земли, из того места, где им было хотя бы чуточку комфортно. Потому что подростковая жизнь, как вы, наверное, знаете по своим детям, и, может быть, помните, мы все были подростками, просто мы не очень хорошо это помним, потому что там было так трэшово, что лучше забыть. Ну, как правило, да. Все равно, когда-то мы проходили эти ужасные какие-то такие возрастные проблемы. И вот когда в этом возрасте человека увозят и, как ему кажется, бросают и говорят, вот тебе школа, вот тебе карманные деньги, вот тебе стол, дом, квартира, все, мы пошли делать свои дела дальше, мы о тебе позаботились. И он оказывается в каком-то новом мире, где ему опереться вообще не на что. Ни языка, ни бэкграунда, ни друзей, ни каких-то там понятных вещей. Все новое, все страшное. А ему и так страшно. И вот, собственно, вот эту историю я хочу в этом проекте, да, который я задумала, показывать переезд людей, вынужденный переезд. Глазами подростков? Глазами, а через них, что через какие-то истории, когда человек все-таки находит в себе силы, когда ему кажется, ему, что его все бросили, да, включая собственных родителей, находит в себе силы и что-то делает. И находит каких-то друзей, находит какие-то места. И вот через это хочется очень показать, немножечко повернуть взрослых к детям и сказать, смотрите, даже ваши дети с этим справляются, а вы ноете все, сидите. Потому что мы ноем. Нам хочется поныть. Да, скажите, а ведь ваше расставание с Россией, оно случилось задолго, до 24 февраля. Вот это осознание того, что вам придется уехать, как рано оно у вас появилось, при том, что вы же были вписаны в культурный контекст, вашей соведущей была Ксения Собчак, казалось бы, один звонок, и у вас есть возможность, ваша коллега. Вы использовали когда-либо вот этот ресурс? Или вы понимали, что тут каждый сам за себя? Послушайте, когда Ксения Собчак была моей соведущей на телевидении, еще никто не знал, кто такая Ксения Собчак, и возможности кому-то позвонить, наверное, у меня было бы даже, было бы побольше. Но нет, я никогда это не использовала. И, к сожалению, в той ситуации, которая сложилась в 2012 году, когда нас с Мишей просто закрыли на телевидении и лишили профессии телеведущих. Давно это уже было. К сожалению, в этой ситуации звонить было некому и возможности. Но, по крайней мере, для меня такой возможности даже не было, потому что тогда это нужно было сказать, что все, я сдаюсь, я ваша, верните меня. Все мои принципы, все мои мысли, все мои протесты, все мои страдания, это все мы закрываем, забываем. Я готова работать дальше. Пожалуйста, только забудьте про все. Меня держали, у них мой паспорт, условно говоря. Но это было невозможно, поэтому, в общем, единственное, что я как-то, вы знаете, вы так легко сказали, что я уехала давно и давно, рассталась со своей страной. У меня, честно говоря, Юля, даже до сих пор этого не произошло. Я не уезжала вот так же. У меня нет этого опыта срочного побега, вынужденного. Ну, вынужденный, конечно, отъезд есть, точнее, вынужденный не приезд. Я сейчас не хочу возвращаться в Россию, мне незачем так рисковать, нет таких причин. Но вот этого момента, когда я решила, что я уезжаю, у меня так и не было. Потому что я приехала 17 февраля в Киев на съемки на неделю и, собственно, собиралась вернуться в Москву. То есть и тогда уже я уехала. Да, я вот сижу в Испании, и у меня нет возможности. Я не была с тех пор в России. Но вот этого вот пунктика решения, что так, все, я уезжаю, я здесь больше не могу, у меня не было. Я бы, наверное, это прошла, естественно, если бы так получилось, что я не поехала бы на съемки, осталась бы в Москве. Разумеется, после начала войны я думаю, что я бы уехала. Но это было бы немного другое принятие решения. И тогда у меня сейчас, возможно, было бы четкое понимание, более четкое понимание, что я здесь надолго, если не навсегда, и нужно как-то устраивать свою жизнь здесь. Это понимание приходит ко мне очень-очень медленно. Вот этот проект, за который я взялась, оно, пожалуй, вот это вот месяца два, как у меня крутится в голове, именно потому, что я поняла, что нет, ну что, хватит мыть, надо что-то делать. А раньше мыло. Подождите, а я, если я правильно помню, вы, не вы, не Михаил Шац, ваш супруг, не знаю, бывший или нет, это тема другой передачи, вы ведь не были политическими журналистами, да, я так понимаю, что вы были уволены только за вашу гражданскую позицию, за участие в митингах на Болотной, да, за то, что вы там прошли марш, марш в знак протеста. Да, да, я поступала на Болотной в 2011 году, потом там еще была такая была организация, после этого пытались все объединиться оппозиционные силы в координационный совет оппозиции, мы с Мишей в него пошли. И, кстати, там же была Ксения Анатольевна Собчак тоже, и еще много достаточно, там было много народу, и, в общем, все они подверглись каким-то таким репрессиям. Кто-то был вынужден уже тогда уехать из страны, кто-то потерял профессию, большинство, да, в общем, все. В общем, все преследовались, и вот мы в том числе, видимо, попали в какой-то вот такой вот... Водоворот, да. Да, первую вот эту волну, первую алию, можно так сказать. Это была первая волна иноагентов тогда. Это так было. Да, да, кстати, уже первый, по-моему, мемориал был признан иноагентов, начали так организации вообще, но до нас добрались через 10 лет. Я, по-моему, в 22-м году стала иноагентом ровно. А вот парадокс ведь ситуации в том, я не знаю, видели вы одно из последних интервью Моргенштерна, которое, кстати, даже сегодня Песков, спикер Кремля, комментировал, да, 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 к вопросу о возможной лояльности. Моргенштерн беседует с Ксенией Собчак и говорит ей, вот я не понимаю... А она ему рассказывает о том, что, значит, Россия вторглась в Украину, он переспрашивает, задает ее уточняющий вопрос, она подтверждает, да, что Россия вторглась первой, начала войну против Украины. Моргенштерн на голубом глазу ей говорит, тогда я не понимаю, почему я иноагент, а ты нет. Как вы думаете, как случилось, что вот эта каста, те, кому, кому позволено все, появилась? Да, кстати, Пугачева однажды сказала в интервью на канале Дош, мне кажется, много-много лет назад, Собчак она ей сказала, потому что ты живешь, ты позволяешь себе жить так, как ты хочешь и считаешь, что ты имеешь право, а других ты, значит, ограничиваешь. Только сейчас мы понимаем значение этих слов, равно как и то, что, может быть, вы тогда не использовали свою публичность. Вот, мне кажется, Владимир Зеленский ее максимально капитализировал, а не вы, не Галкин, не другие публичные люди, но это было как-то не свойственно думать о том, потому что всегда была культура отдельно, политика отдельно. И в отличие от церкви, которая никогда в России не была отделена от государства, культура была отделена. Вы держались особняком, вы были такими либеральными взглядами людьми, но никогда из вас никто не думал реально о том, что вы могли бы создать политическое движение и претендовать на пост президента. Как говорил актер, герой советского кинематографа, на его месте должен был быть я. Что скажете об этом? Напьешься, будешь, как отвечали ему в этом фильме. Слушайте, понимаете, вообще это мы так легко говорим о том, что вот почему бы нам не пойти, не заняться политикой. Я думаю, что и у Владимира были большие, с этим долгий путь к этому, к этой мысли даже. Но у нас в России это даже невозможно было представить себе, потому что вы говорите о каких-то успешных людях, которые все-таки попытались, но это только Ксения Анатольевна Собчак и Владимир Зеленский. Но всем остальным, ну то есть поймите, если только ты выходишь на Болотную, там выступаешь, и тебя после этого убирают со всех федеральных каналов без права работы. Ну, в общем, тебе есть чем заняться, кроме того, что думать о том, чтобы идти в политику. И потом действительно это достаточно долгий путь понимания того, что ты не просто сейчас пойдешь там и станешь президентом, и все наладится. Это очень большой труд, это очень большие занятости, очень большой долгий путь к этому должен быть. Вот сейчас у нас грядут выборы президента в России в очередной раз, и довольно много людей пишут мне, что типа там, ну не в том смысле, что давайте это тоже пишут, но типа, а вот надо кого-нибудь собраться и всем поддержать. И я, поскольку в этом уже в своем пути довольно прошла довольно много, то я понимаю, насколько это сложно и вообще не так легко, как вот это все кажется. А, давайте сейчас я пойдем в политику. Это придет, это со временем придет, но это не не быстрая какая-то история. И потом я, мне лично кажется, что к этому должны прийти гораздо больше людей, чем один человек, который решит прийти в политику и скажет, так, все, я сейчас все решу за вас, все будет нормально. Этих людей мы уже видели и видим до сих пор. А важно, чтобы все общество, все больше, ну как бы людей все больше и больше в это втягивались и говорили, так, а мне нравится, что меня слушают. Вот почему, мне кажется, очень важным сейчас, когда люди становятся активными, вот даже если они, я прошу прощения сейчас для украинских зрителей, даже если русские какие-то вот там женщины, вот сейчас у нас такая, есть такое движение, что женщины-жены наконец-то вроде как говорят, да, мы, конечно, поддерживаем войну, но нам бы хотелось, чтобы наши мужья вернулись, отдохнули, а потом шли дальше. Вы знаете, у меня есть такое ощущение в душе, что если эти женщины начали вот так задумываться и рассуждать, если их заметят, то в какой-то момент они скажут, так, а действительно, если меня так слушают и замечают, а мне еще вот это вот не нравится и вот это не нравится, и их не будут за это осуждать и говорить, что если тебе не нравится, как говорят там нам, вали из этой страны, пожалуйста, нечего тут тебе критиковать сидеть, и вот когда таких людей станет много, которые будут понимать, что их голос слышен и важен, тогда это, ну вот это будет некое поле, в котором начнется, в нем начнется какая-то жизнь, а пока это запетонированная площадка, где никакой жизни быть не может, никакой политики в России. Ну, Собчак ведь ведет свою политику, хотя мы знаем ее отношение к детям, в одном телефонном разговоре мы слышали, да, вы помните, как она там называлась о соседских детях, тогда, да, но когда я вижу сейчас проект Андрея Лошака Пентагон, да, когда мы там видим работу Звягинцева, когда мы понимаем природу вообще глубинной жизни в России, глубинного народа, да, их проблемы, я иногда думаю, нет на вас, Татьяна Лазарева, и на вас, и на ваших детей, бедные вы, бедные, а Татьяна Лазарева сидит в добровольной эмиграции, что, кстати, профессор Соловей, не знаю, как вы относитесь к этому историку, который поверх нас всех в истерику своими рассказами, Путин мертв и лежит в холодильнике, и вот-вот со дня на день вам представят вообще доказательства. Вам его нарежут и подадут? Подадут, да. Значит, и я сегодня, кстати, с ним буквально несколько часов назад говорила, и на какой-то там момент, в какой-то момент ты начинаешь уже верить, а вдруг, да, вот это закрадывается, такое пресловутое, а вдруг. А что изменится, как вы думаете, вот даже если это правда, вот почему, говорили, ладно, если мы выйдем, Путин, значит, введет танки, он нас задушит, он нас убьет, ну, а если предположить, что вот его нет, что-то поменяется, или все-таки режим в России, выстроенный там Путиным, он гораздо сильнее любого человека, который может оказать сопротивление? Послушайте, вот в этом-то и вопрос. Я лично совершенно не представляю себе, что и как вот так резко по щелчку поменяется, если вдруг откроют холодильник, а там он. Потому что вот эти все люди, про которых снимает лошак фильмы, они все продолжат жить, они все останутся в той же ситуации, до них точно не скоро дойдут какие-то демократические изменения, простите. Это жизнь, которую люди ведут, и я просто дико благодарна лошаку за то, что он к ним относится с уважением и любовью, то, что он их видит и говорит, ребят, ну вот так они живут, да, но они живут, посмотрите, у них остались какие-то человеческие качества. Да, они живут в говне, но они продолжают жить, давайте их как-то замечать, вообще говоря. А вот это вот, того, что людей замечают, в России давно уже не происходит. В общем, это результат того, что они и привыкли к этому, да, то есть если тебя никто не видит, то ты можешь, во-первых, делать что угодно, во-вторых, думать, что тебя никто не видит и прекрасно себе жить. Ну, в общем, есть плюсы, есть минусы, но когда ты понимаешь, что ты нужен и ты важен, то это совершенно другое качество жизни. А сделать это вот так тоже по щелчку со всеми россиянами, которые за войну, там сказать им, ребят, да нам так, вы важны, а не страшно, вы что, вы где были? Не 8 лет, а 25, когда нам внушали всю жизнь, что вы вообще нафиг не нужны, ваше мнение неинтересно, я вообще, мы вам сейчас все скажем, как вам лучше, мы знаем. Люди к этому привыкают, и это какая-то такая привычная, да, жизнь, когда ты живешь больше. больше. Ну да, надо сказать, что, видите, абсолютного большинства есть возможность получать информацию, анализировать, и, кстати, вот эти люди, которые приходят на какие-то концерты в поддержку войны, я видела один из недавних опросов, когда им задают вопрос, а вообще, знаете вы, какие украинские территории присоединили там, мы к себе, они вообще даже не знают, о чем речь, ну вот какая-то такая безумство, я бы сказала. Но на всем этом фоне, вот если все-таки учесть, что рано или поздно этим событием найдется место в истории, как и Владимиру Путину, не вечно, что его будут держать в холодильнике. Какая это страница России? Вот в каком музее найдется ему место? Вот как вы себе это представляете? Да вы знаете, самое страшное, что она уже была в истории тогда нашей общей совместной страны. Это уже повторяется, да. История большого террора, когда действительно люди днем ходили и смотрели фильмы Александрова и Рома, и на демонстрации было светло, все ярко, и победитель, страна-победитель, да, там, после войны, а до войны, там, тридцать какие-то, девятые, седьмые годы, это страна-строитель будущего, а ночью все замирали от ужаса и ждали, и утром делали вид, что ничего не произошло. Как? Как это было вообще? Мы пытаемся это все вот как-то понять, да, но опять же, это пытаются понять люди, которые представляют то самое общество, нам не дают при этом доступа ни к каким, к архивам, да, нам не разрешают, это все запрещается, да, То же самое там День памяти, который был 29 октября, День памяти политзаключенных, возвращение имен, он называется, когда накануне Дня политзаключенных, 30 октября, читаются имена тех, кто был просто расстрелян ни за что вот в этот период страшного террора, когда расстреливали людей просто вот так. Даже такие вещи, когда люди просто читают, я сама участвовала неоднократно в таких мероприятиях, еще в Москве у Соловецкого камня, вот сейчас была, я ездила в Мадрид, тоже там пришли люди, мы тоже это делали, даже такие вещи запрещаются в России, ну или как, к чему я это все говорю, или как, например, Саша Скочеленко, да, которую сейчас посадили, вот дали ей 7 лет, это буквально сейчас все обсуждается, девочка, которая просто рисовала ценники в магазинах, 5, по-моему, ценников или 7, или сколько-то она успела там нарисовать в каком-то магазине в небольшом, на ценниках была написана цена, цена жизни, когда началась война, она вот так протестовала, она художник, и вот она в своем заключительном слове тоже сказала, что если бы не мое вот это воспоминание, точнее, если бы меня не арестовали и не было бы вот такой сейчас истории вокруг этого, которую сделало государство, при моей акции узнали бы 5 человек, 2 продавца, 3 покупателя, и 1 охранник, но вот сейчас, да, но сейчас это все превращается хотя бы в какое-то осознание, хотя бы в какую-то рефлексию, это хорошо, когда сейчас это уже есть, как там они жили в конце 30-х, перед началом войны, с этим вот, не имея возможности это даже обсудить, боясь разговаривать на кухне, боясь разговаривать с соседями и вообще на работе, не дай бог, сейчас все-таки есть надежда небольшая, что вот этот век информации, век распространения информации нам дает возможность уже сейчас создавать такие вот артефакты, которые потом в истории будут уже открыты, да, ты откроешь там, не знаю, любую соцсеть за 2022 год и прочитаешь там или любую новостные какие-то ленты и увидишь уже эти доказательства, это открытые архивы, в этом смысле есть надежда, что это пройдет не так болезненно. В моем представлении, а я, как вы поняли, уже за вами давно, вы человек не из робкого десятка, я помню, как вы могли остро осадить Ксению Собчак во время прямых эфиров, и я могу... Ксению Собчак-то сегодня отдалась, у нас про нее интервью... Я могу просто предположить, что вы не останетесь в эмиграции до конца своих дней, при каких обстоятельствах и в какую Россию вы бы хотели вернуться, и не ваше отношение к российской оппозиции, она тоже сидит в эмиграции, разрозненные части, там несколько у них есть единый начал, несколько лидеров. Если все-таки представить, что произойдут перемены и среди кандидатов на пост президента России окажется, я не знаю, там кто, Каспаров, Кадр Козов, не исключено, и Максим Галкин. Вот как вы полагаете, какой президент нужен России будущего? Ну, я вообще говоря, конечно, мне сейчас кажется, что очень не хватает женского начала какого-то, очень не хватает какой-то мудрости, мягкости и взвешенности. Не знаю, могу ли я так вот огульно всех мужчин говорить, что у них нету этих трех качеств, но есть такое подозрение, что, в общем, ни одна женщина ни одной войны не начала. Что касается того, какую Россию я вернусь, я вернусь в любую Россию, когда я буду понимать, что мне и моим детям это безопасно. Хотя дети у меня становятся все взрослее и взрослее, в принципе, и они уж как-нибудь уже и без меня решат, когда и куда им возвращаться, но я, безусловно, всегда буду возвращаться туда, хочу вернуться при первой же возможности, я правда не знаю, какая она будет. И, конечно, я вижу огромное количество людей, которые тоже хотят туда вернуться, вот эти самые оппозиционеры, которые вроде бы разрозненные, но они объединены тем, что они все равно думают о России, в какой бы стране они ни жили, не думают о будущем России. И очень много людей, которые в России остались и тоже думают о России, я имею в виду не кремлевских прихлебателей, а именно людей, которые ответственны, которые понимают, что менять в России сейчас можно и нужно. И я, в общем, полна какого-то такого оптимизма по поводу того, что, да, эта страна достойна лучшей жизни, ее люди достойны быть более просвещенными, они достойны жить, а не выживать. А вы думаете, что должно произойти? Все-таки это будет какой-то процесс полураспада, как это было с Советским Союзом, то есть часть территории может быть уйдет к другим государствам или найдется, не знаю, какая-то новая формула, новая идеология, новый союз лидеров, который предложит такую концепцию развития России, потому что, вот, кстати, небезызвестный вам писатель Дмитрий Быков как-то сказал, что в культурном контексте, вот, скажем, в фашистской Германии они ведь ничего уже не дали миру, да, там Гетте, Шиллер, они остались в прошлом. Что в культуре, а русский мир, на самом деле, и культуры же не осталось, ну, вот так, если на чистоту, из дягилевских русских балетных вечеров осталась одна Волочкова со своим шпагатом в сауне. Все, уничтожено, все на коробке. И поэтому я даже не знаю, что какая концепция культурного возрождения нужна России для того, чтобы действительно, ну, перегрузить страну, да, переформатировать и сказать миру, что мы не орки, мы не террористы, мы не несем никакой угрозы, а что мы из себя представляем? Слушайте, я вообще считаю, что, возможно, культура будет претерпевать какие-то культурные какие-то облака, будут претерпевать изменения. И совершенно не обязательно, что вот какая-то одна страна будет тебе давать именно там русскую культуру. Мир вообще меняется, в мире прекращают, как бы границы очень начинают плавать. Вообще, в принципе, люди сейчас живут по другим законам, те, которые уезжают, они могут свободно перемещаться, неважно, в какой стране они живут, неважно, на каком языке, возможно, они будут писать, а может быть, и это будет неважно через какое-то время. Поэтому вернутся ли они в Москву, и в Россию, и зачем это нужно, я не очень себе представляю. А что будет как бы в этой стране, опять же, вы говорите, как мы будем доказывать всем остальным, что мы не орки, а я, знаете, не хочу никому ничего доказывать. Я хочу, чтобы люди жили счастливо в своей стране и сами принимали какие-то решения взвешенно и вдумчиво, и как бы, и тогда им не нужно будет я не вижу вот этого необходимости доказывать, как вот сейчас, что делает Путин, да, вот мы такие сильные, вот мы, все мы, вы не смотрите, что у нас там происходит, что у нас половина там живут в условиях Пентагона, как Лошак обрисовал. Не-не-не, зато мы вот сильные у нас, значит, там это, это и это. Не знаю, кстати, что, ни балета, ни космоса, уже ничего не осталось, ни Гагарина. Вот, поэтому для меня как раз важно, наверное, было бы для России понимание внутренней какой-то комфортной жизни для людей, хотя я не скажу, что вот я бы сильно там переживаю за какую-нибудь там условную Швейцарию, да, и вот как там швейцарцы вообще живут, и вот они вот уехали из своей страны в другую, а это же как-то не очень прилично, да, да нет, по-моему, совершенно нормально. То есть вот у меня трое детей, сейчас я за ними наблюдаю издалека, хотя практически близко, вот двое из них живут себе в Лиссабоне, и как-то, ну да, они, ну, они, хотят вернуться в Москву, но скорее они хотят вернуться в тот мир, который был до войны, он был беззаботный и безопасный. Москва или не Москва в окружении своих единомышленников, в окружении каких-то там близких друзей и в понимании того, что ты сам для себя хорош, делаешь дело, которое тебе нравится, тебе совершенно не важно, где жить, правда. И если это там какой-то айтишник, не важно, если это писатель, да, кто там, ну или там художник, который живет, я не знаю, сейчас очень много современных художников, конечно, протестных, уехало из России, но они рисуют все равно про Россию, они все равно рисуют про эти ужасы путинские. Что это такое? Это русский культурный код, или польский, где они там живут. Ну, в общем, не знаю. У меня не на все вопросы у меня есть ответы, Юлия, простите. Давайте какой-нибудь простой вопрос. Хорошо. Куда уж проще, назовите имя следующего президента России. Да мне не важно, если честно. Мне важно, чтобы этот человек мог собрать вокруг себя. Это же не, понимаете, президент, на мой взгляд, это вообще не обязательно какой-то лидер. Мы не должны за ним идти, как слепые котята. Если у тебя, вокруг тебя команда, да я даже имени твоего знать не хочу. Ну и опять же, вот в маленьких каких-то там европейских странах, ну кто там знает имя этого? Ну, наверное, они знают, но я точно нет. То есть, это человек, это менеджер, у которого хорошая команда, у которого большой бизнес-проект, который называется Россия. Он огромный. И, может быть, вот вы говорили о том, что там как разделится, все это не разделится. Да пусть тоже делится, пусть все живут счастливо в своих границах, если только эти границы, ну как бы не искусственно тебе навязаны. то есть сейчас границы вообще по большому счету с ними большие-большие вопросы. Меня это, кстати, удивляет. Почему-то у многих подростков они не очень понимают такой предмет, как география, потому что им пофиг, где проходит эта граница. Они сидят там, ну если те, кто играет в компьютерные игры, они могут играть одновременно там с каким-нибудь парнем из Англии, из Китая, из Колумба и, черт, из Украины. И из России еще даже иногда вместе. И они только, может быть, их будут волновать временные какие-то, часовые боица, но уж точно не границы. И волнует этих людей, нас всех вообще, в принципе, чтобы ты жил в счастье, и дети твои были счастливы, чтобы не было войны, не было бессмысленных убийств. А кто при этом будет у меня президентом, если у меня будет возможность на это влиять, то мне совершенно все равно. Если я, он поработает пять лет, четыре года, я уже забыла, у нас по конституции, по нормальной конституции, по-моему, четыре года было. Если он пробудет четыре года, и мне не понравится, что он делает, ну я приду и скажу, не-не-не, чувак, давай, давайте-ка следующего попробуем. И мне совершенно все равно, как его будут звать. Ну, это укладывается, кстати, в предлагаемую концепцию Марата Гельмана. Он все время настаивает на том, что время, время важнее место, и не потерять бы это время, да, не потерять бы его. Спасибо за возможность услышать вашу точку зрения. Очень надеюсь, не последний раз мы с вами повидались. Спасибо нашей аудитории за внимание и доверие. Ну и до скорой встречи, надеюсь. Спасибо, удачи, Юля, всего хорошего. Слава Украине. Героям слава. Спасибо. Если вдруг был какой-то вопрос, который я не успела задать, я надеюсь, задам его в следующий раз. Счастливо, до скорого. Хорошо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова